Это такой короткий для дальнейшего движения вперед вывод из того, что мы говорили в прошлый раз. Можно сказать так, что именно поскольку бытие не производится мыслью, то есть не есть предикат и не может быть выколуплено из мысли, и постольку возможно достоверно познающее существо, в данном случае человеческое. Если это существо имеет место, и мы в этом убедились. А мы убедились, что истинно я существую, истинно каждый раз, когда я это высказываю или думаю. Повторяю, поскольку бытие не производится мыслью, постольку возможно достоверно познающее существо. Раз мыслю, то есть бытие. Ибо бытие и есть как раз то, что воспринимается мыслью и только мыслью. Сам, конечно, вы понимаете, что определение бытия есть одновременно определение мысли и наоборот. Определение того, что называется мыслью, есть одновременно определение бытия. Только вот с этой мыслью или с тем, что философы называют мыслью, нужно обращаться очень осторожно. Это не то, что мы, подчиняясь нашей психологической привычке, вот той самой наглядности, против которой я предупреждал, не то, что мы называем мыслью. Говоря слово мысль, мы невольно имплицируем представление вот чего-то такого бесплотно чистого, ментально очищенного. Но это не так. Не это называют философы мыслью. Потому что вот как раз к этой вот ментальности нашей чистой, все эти определения философские, которые я приводил, особенно вращая их вокруг понятия бытия, они все как раз неприменимы. Я напомню вам, потому что сейчас нам нужно будет посмотреть, как работает эта мысль, как метод и как производство мыслей. И поэтому нам нужно хотя бы укрепиться в том, что такое эта мысль. Так вот я в порядке предупреждения или разъяснения, что под мыслью имеется в виду нечто не совпадающее с тем, что мы склонны, что мы склонны понимать под мыслью. Вот скажу, напомню вам следующее. Во-первых, несомненно, что судя по той ситуации, в которой стоит проблема сомнения у Декарта, и в которую я поставил эту вот проблему, по этой ситуации несомненно, что сомнением Декарт, или тем, что Декарт называет сомнением, он пытается, прежде всего, устранить всякий механический элемент из мыслей. Вот вспомните, я говорил все время о живом, которое несет, и только которое несет на волне своей интенсивности, несет понимание или рацию. Структуру понимания, которая, как я говорил вам, есть рацию между сказуемым того, что может быть наглядно, и несказуемым того, что не подается никакому наглядному представлению. Значит, вот это живое. И фактически то, как построено у Декарта сомнение, ясно, что сомнение упирается в последнее, уже не подлежащее сомнению, и, собственно, сомнение осуществляется для того, чтобы упереться в то, что не подлежит сомнению, в волю. То есть фактически лишь в сомнении, как способности воссоздания через себя, нельзя сомневаться. То есть нельзя сомневаться в сомнении. И вот это сомнение, проделанное таким образом, и открывает ворота или дверь измерению жизни, измерению жизни или живого де-факто в своей единичности незаместимой существования. То есть сознание во всем другом, или сомнение во всем другом, кроме самого сомнения, во всем другом, причем сомнение в принципе, в источниках, а не в отдельных каких-то представлениях. Есть открытие зазора, вот того самого зазора, о котором я говорил, теперь я о нем скажу иначе. Есть открытие зазора несомненного и незаместимого существования себя в мысли. Повторяю, открытие зазора несомненного и незаместимого существования себя в мысли, причем заново и целиком ин акту существования. Я показывал вам фактически, что трансценденталии или трансцендентальное сознание есть на самом деле просто чистая форма актуальности всякого состояния. Когда и настолько долго мы что-то делаем, вот есть то-то и то-то. Настолько долго, насколько мы делаем, настолько долго или в тот момент, когда мы думаем, и когда мы подумаем, есть то-то и то-то, неизбежно и неименуемо. И вот эта чистая форма актуальности всего этого ин акту целиком. И есть трансценденталии, которые я показывал вам, когда говорил о том, как водится абстракция трансцендентального субъекта. Так если это так, то, что я только что сказал о сомнении, как открытие этого зазора, то означает, что сомнения мы, во-первых, читаем в себе, именно в себе, и только из себя. На уровне экзистенциальных черт или символических черт индивидуальной биографии Декарта, вот этот глубокий метафизический тезис, он выступал в известной вам детали презрения, словесного, конечно, презрения, презрения в кавычках Декарта, к книгам и к библиотекам. И он любил подчеркивать свое отсутствие в себе читающего существа, так же, как он не любил тернильного опьянения, то есть не страдал графоманией и, насколько мог, избегал акта писать. Так и не страдал он манией чтения. Так вот, читая в себе и только в себе, мы заново воссоздаем и истинны только те мысли или идеи в терминах Декарта, только те идеи, которые воссозданы или рождены заново. В этом смысле сомнение есть заново созидание, и если Бог испытан, а он испытан, когда сомнение проделано, и если Бог испытан в сомнении, вот, например, доказано, что он не может обманывать, и я показывал вам, зачем это нужно доказывать, то мысли, наделены существованием, являются необходимыми. Необходимыми, свободными, но необходимыми, непредопределенными, но необходимыми, новыми, но неизбежными. Вот страны, исключающие одна-другую вещь, приходится держать вместе. Значит, для чего я сейчас все это говорю? А вот, чтобы показать вам, что вот это, вот то, что я сейчас описывал, есть мысль. Один из признаков того, что философы называют мыслью. И вот это то, что я даже одним определением не могу сказать. Я лишь сказал, что мысль не есть чистое ментальное состояние. Вот та мысль, о которой говорится, что это то, чем воспринимается бытие, и только этим воспринимается бытие. И об этой мысли мы можем сказать. Раз мыслю, и поскольку мыслю, постольку есть бытие. Значит, тут у нас мы далеки от чистого какого-то ментального состояния, что-то другое. Вот, например, чтобы показать это что-то другое, я говорю о живом, о том, о сомнении, о том, что сомнение открывает измерение жизни, открывает зазор, в который помещается незаместимое и единичное, и своей единичностью действующее существование. Не содержанием существования, а единичностью, фактом существования, индивидностью существования. Можно даже так определить понимание, в отличие от знания. В понимании есть существование, в отличие от знания, как содержание. А если мы вдумаемся в нашу интуицию понимания, то мы поймем, что это, хотя и примитивное, но исчерпывающее определение того, что мы имеем в виду, когда мы говорим, ну, я понимаю, или нужно понимать, а не просто знать, и так далее. Значит, еще один признак того, что называется мыслью, это живое понимание. Или существование, то есть, я выражусь так, существовательная сторона содержаний, в отличие от содержания, как знания. Вот существовательная сторона содержания, исчерпываемая актом, единичным актом, есть или нет, и действующая только этим присутствием. Наличием присутствия, как выразились бы в Советской канцелярии. Какой еще признак от того, что называется мыслью, я ввел, говоря о сомнении? Ну, вот то, что я в прошлый раз назвал таким смешным неологизмом уродцем, когда сказал о впечатленной или впечатлившейся душе, пытаясь так перевести французское словосочетание «l'âme amré-sioné». Познавать, как я сказал вам в прошлый раз, можно только то, что уже есть в душе. Причем под душой, прошу вас, опять не понимаете, вот наше внутреннее, вот, то, что, несомненно, наше, то, что нас отличает эмпирически от других, и о чем мы таинственно говорим, что вот «а вот у меня в душе» и так далее. Нет, не об этом идет речь. Декарт, вот, например, в ответе тому самому «иперасписту», о котором я говорил. Да, кстати, я полез в разные книги и все-таки узнал, как перевести этот «ипераспист», который я не мог перевести в прошлый раз, смутно помня значение этого слова. «ипераспист» — это греческое «солдат резерва», солдат, остающийся в резерве и вступающий в бой в самый последний момент. Корреспондент Декарта не случайно называл себя этим вот псевдонимом «ипераспист», потому что он вступил в бой вокруг метафизических размышлений на последней волне в качестве последнего солдата настолько, что раздраженный Декарт, поскольку аноним не раскрывал свое имя и в самый последний момент сообщал ему свои письма, не включил в его письма и свои ответы в издание метафизических размышлений, которые, как вы знаете, издавалось все вместе и текстом, и возражения Декарту, и ответы Декарта, их там шесть, а это должно было быть седьмым возражением и, следовательно, седьмым ответом. Вот в ответе этому солдату резерва, который держался до самого последнего момента в резерве, потом вступил в бой, «ипераспист», Декарта проводит одну нить, одну мысль. Он различает, проводит различия между сужениями людей и их перцепциями. Ну, это не совсем то различие, которое обычно проводится между ощущениями и теми же самыми перцепциями и сужениями, в смысле того, что вот в ощущениях как таковых, в принципе, нет ошибки, а ошибка появляется лишь на уровне того, на уровне нашего суждения. Когда мы судим, когда мы оцениваем так или иначе имеющееся ощущение, на этом уровне появляется ложь или истина, а на предшествующем уровне ее нету, бессмысленное. Ощущение само как таково, есть ли оно есть, оно истинное просто потому, что оно есть. В том числе вот эта знаменитая палка, которая кажется нам переломленной в воде. Если я вижу ее переломленной, то сам факт, что я вижу ее переломленной, этот факт существует, и этот факт тем самым истинен. А вот истинная ложь появляется в смысле сужения, когда я считаю, что палка переломлена, вот там это уже появляется, здесь появляется ложь. Здесь он несколько в другом смысле различает Декарт. Декарт различает следующим образом, что люди фактически не умеют судить о том, что фактически уже есть в их перцепции или в впечатленной душе. Фактически Декарт считает, то, что есть на самом деле в мире, фактически всегда уже воспринято. И все, что есть в мире, на самом деле всегда воспринято. Только вот мы не в полном виде и конечным образом эксплицируем, выявляем воспринятое теми конечными средствами, которые у нас есть в каждый данный момент. Ну, просто рассудите, что любой физик вам подтвердит, что в любом квадратном сантиметре освещенной поверхности, на которой падает луч, дана вся информация, которую, в принципе, человек может извлечь через этот источник информации, то есть через свет. Каждому единичному сантиметре падения светового луча содержится вся возможная информация, которую вообще можно извлечь. Ну, и голография современная это ясно показывает. Но, тем не менее, мы не извлекаем всего. И никогда не извлекаем всего. Но, чтобы понять, как мы что извлекаем, нам нужно принять, приходится принять этот постулат, что то, что есть на самом деле, всегда воспринятое. Или, как скажет Декарт, есть в перцепциях. Но наше сужение или то, что мы можем извлечь, отличаются от этих перцепций. То есть, то, что есть на самом деле, сущность, скажем, какая-то, скрытая, Декарт, не есть нечто, что еще надо воспринять. Вот обратите внимание на этот ход мысли. Какая-то сущность. Мы всегда предполагаем, что дано какое-то восприятие. И чтобы понять, что оно значит, или сформулировать относительно его какой-нибудь закон, нам нужно еще что-то воспринять. Нет, говорит, это так. Все воспринято. И сущность вещи или предмета не есть что-то лежащее еще где-то и требующее, чтобы мы эту сущность еще восприняли. То есть, опять, вот на другом уровне, вот эта сложная работа сложной философской машины, совершенно однообразная, но трудноуловимая, проявляющая себя совершенно в разных точках. Так же, как тело, пропитанное водой, на поверхности, в любых точках поверхности, будет проступать эта вода. Изнутри будет проступать. Потому что она все хронизывает. Так вот, это вот, я говорю, не нужно еще воспринимать. Этот ход Декарта каждый раз повторяется. Вот помните, я показывал вам, что по сути дела, то, что называется Богом, есть элемент или находится в составе ткани нашего опыта. Наш опыт так построен и так складывается. И поэтому еще сказать, что существует предмет отдельно от этого опыта, называемый Богом, нельзя по закону того, как создана и построена наша терминология. К Богу неприменимо понятие существования. Мы не можем утверждать такой предмет. А потому что мы уже имплицировали то, что мы называем Богом в составе и в структуре, в ткани нашего опыта, который построен вот так, как построен, если это опыт, дающий знания. И потом еще повторить акт и сказать, что существует, мы не можем. Вот видите, в одном месте проявляется, вот там, которое я рассказывал вам раньше. И вот снова здесь по вопросу о восприятии, о различии между перцепциями и суждениями. И если у нас есть перцепция, нет ничего, что еще надо было бы воспринять. В том числе мы не можем удваивать мир в одном радикальном смысле слова. Вот вспомните все рассуждения Декарта в правилах для руководства ума, как раз в его юношеской работе, где он на кончике пера себя построил. И построив себя, текст уже его не интересовал. Он не стал ни кончать текста, ни его издавать. Работа, медитация была проделана, и все ему не интересовало. И, очевидно, ему ни отчеты не нужно было бы сдавать готовые, ни выполнять план, ни иметь в своем послужном списке еще одну монографию опубликованную. Так вот, там он странную вещь говорит. Он все время, вы видите, как тщательно его мысль избегает заданной без его ведома, без ведома Декарта, независимо от его усилия, заданной почвой дискуссии. А вы знаете, что принцип когита в том числе означает, а Декарт принцип когита практикует, в том числе означает, что я не принимаю ничего, что задано до меня, и принимаю лишь такую почву дискуссии, которая поражена моим собственным движением. Помните, я еще на более таком феномиологическом уровне, экзистенциальном говорил, что Декарт вообще выпал из спора с так называемой схоластикой, с окружающим мировоззрением, культурой. Я говорил вам, помню, что он без гнева и упрека, в отличие, например, от Кампанеллы, или в отличие от Джордана Бруно, перешел в другое измерение. Его битва разыгрывалась не там, где вокруг него боролись люди. Кто-то низвергал религию, кто-то ее защищал, кто-то низвергал церковь, а кто-то ее защищал, и так далее, и так далее. Это была почва для Декарта предзаданная. И он не хотел вращаться по силовым линиям предзаданного поля напряжений, как мышеловки какой-то, или как белка в колесе бегать. Нет, простите, в принципе, Бог это... Нет, Декарту этого не позволяет. Только вот на той почве, которая создана моим движением. Я пошел, и возникла проблема. И он избегает предзаданной проблемы в данном случае. Какой? А именно проблема универсалий. Существует ли общая, то есть есть у нас только имена, или реально существует универсалий в мире. Декарта и в одном обороте речи, и в другом обороте речи, на одной странице, на следующей странице правил для руководства ума, все время говорит, да нет, я вообще в эту дискуссию не влезаю. Она меня не касается, мне об этом не говорю. И упорно говорит, что мы проделали шаг, скажем, у нас есть индивидуальный воспринимаемый предмет, в каком-то срезе, он есть и сущность. Сущность не есть нечто, что еще нужно воспринять или найти в мире, помимо этого воспринятого предмета. Это два модуса, говорит Декарта. Это посмотреть, можно взять в плане мысли, а можно взять в плане объекта. Нет никакой проблемы универсалий, говорит Декарта. Если мы сделали шаг, мы не можем, в силу необратимости мышления, мы не можем и не должны пытаться его удвоить и повторить. Он уже проделан, уже отложились и сущность, и предмет. Уже, как говорил я, все воспринято. Поэтому, когда мы скажем о сущностях, как раз, о модусе, то мы вспомним, что в протяжении мышления тоже есть только модусы или атрибуты, в данном случае это одно и то же. Можно взять так и рассматривать как протяжение, а можно рассматривать как мысль. Это два разных измерения, и будут вытекать разные следствия, и применяться разные методы. Только потом пытаться уловить в мире, как мышление и протяжение, как два реально отличающиеся один от другого предмета, не надо делать. Вы же тогда не понимаете сами, как вы мыслите. Вы нарушаете закон необратимости мышления, и нарушая его, попадаете, говорит Декард, под власть воображения. То есть пытаетесь себе наглядно представить. Вот субстанция, мысль как субстанция, или тело как субстанция. Декард не предполагал никаких таких субстанций. Так вот, кстати, о том, что все воспринятое, все есть, я проиллюстрирую иначе немножко. Сейчас дополнительный пример приведу, который как бы будет рефлексийным по отношению к нам с вами сейчас. То есть мы сидим здесь и занимаемся Декардом, и пример можно привести уже на этом уровне. Ну, рассуждение короткое. Ну, такое, что, вот скажем, можно описать, вы знаете, что Декард совершил какие-то акты мысли. Он что-то познал, узнал что-то и высказал это. В том числе в математике, в геометрии, в физике он совершил какие-то открытия. При этом Декард же формулировал правила метода. То есть построил определенную диорию познающего мышления. Ну, возникает такой вопрос, познавал ли он мир, или делал ли он свои открытия, согласно, действительно согласно тому методу, который он же описал. Мы описываем процесс познания другим, другой теорией, отличной Декардовской теорией. Ну, какой-то Х-теории, вот в 20 веке какая-то теория познания, или эпистемология, или логика, описывают вот процесс познания иначе. Так вот, если мы предположили, что Декард что-то познал, то есть акт мысли совершился, то в описании этого акта познания есть и та теория, которую не знал Декард, а которую знаем мы. Она там есть. Акт познания совершился. Ну, скажем, Декард вывел закон Синуса. Описание этого акта, или заново его поражение, а сомнение нам диктует и в области мысли, тоже принимать лишь то, что заново может быть поражено. Заново поражение обнаруживает, что там содержится любая теория, которая это описывала бы, в том числе то, что мы сейчас можем сказать о том, как на самом деле, в действительности познавал Декард, если нам, конечно, удастся это сделать, что весьма сомнительно. Но я хочу подчеркнуть другое. Что бы мы ни сказали, уже содержится в той мере, в какой акт мысли совершился. А раз он совершился, в нем есть все. Ведь фактически мышление Декарда, как и античное мышление, построено на следующей аксиоме, что достаточно по-настоящему мыслить, чтобы мыслить истинно. Если выполнить по-настоящему акт мысли, который признается актом мысли, то есть на уровне любой интуиции, мы будем знать, да, акт мысли совершился, то это и будет мыслить истинно внутри этого акта мысли. Вот еще всякие свежести добавляются к нами, вот к тому, что называется мыслю. Мы фактически в действительности под мыслью действительно имеем не какое-то ментальное существо, а какой-то совершенно живой организм, который я пытаюсь с разных сторон в порядке предупреждения и блокировки нашей наглядной мании представления, пытаюсь это описать. Более того, значит, то, что называется мыслью у философов, есть нечто, содержащее в себе извлечение субъектом себя. Извлек себя, и это извлеченное я есть сторона того, что называется мыслью в твоей голове. Вдумайтесь в оборот слов, мы говорим самобытность, да, или быть самому. А что я сказал, когда говорил о незаместимом акте или факте существования? Вот есть или нет? И действует именно наличием, а не содержанием. Оно должно само быть, и тогда что-то делается. Вот само и само делается тогда. Помните, я говорил о естественном или свободном действии. А что такое само? Это личность, лик. Тем самым, как вы видите, понятие мысли содержит в себе понятие личности, как антологическое представление. Если мы понимаем, что вся наша проблематика, от которой мы трясемся, как бедные люди обычно больше дрожат над теми небольшими богатствами, которыми они располагают. То есть бедные всегда жаднее, чем богатые. Так вот, мы всегда говорим о нашей незаместимой, самоценной, неустранимой индивидуальности, которую нужно ценить, уважать, имея в виду под индивидуальность наша, совокупность наших действительно совершенно уникальных физических, психических и других черт. Такой проблемы в философии в действительности нет. В философии вообще плевать на все эти наши милые нам самим особенности. И если есть какая-то проблема личности, то есть проблема лика вот этого бытия, которое само. А оно, как вы понимаете, не есть наше эмпирическое, дорогое нам отдельное наше существо. Я сейчас в мои задачи не входит, не рассказываю об этом и всякое такое. Я лишь хочу сказать, что вот, когда начинаешь расшифровывать, что под мыслью понимается философами, то ты в том числе и видишь, что там и есть эмпирные понятия личности или лика. Само. Более того, ну а может быть не более, черт, черт, здесь иерархии нету, конечно. И греки, и Декарт заново на новом витке спирали исходят из того, с одной стороны, из того, что есть мир явлений и есть мир истинный, стоящий за миром явлений, а с другой стороны, что истина всегда явлена. И, собственно, истина именно явленная или явленная. Ну, и как греки, так и Декарты были очень внимательны к поиску некоторых привилегированных, можно так говорить, свидетельств, явлений, знаков, если угодно, которые своим телом, то есть своей явленностью содержат или своим телом представляют собой расположение нашей понимающей мысли. Вот как расположен предмет явленный, вот так вот это расположение есть непосредственное нами развлечение и понимание. Я уже говорил вам частично, что, скажем, для греков, то, что греки называли красотой и было явленностью истины. Так вот та мысль, о которой говорит Декарт, и которую вот проблему явленности я частично уже рассматривал, а сейчас хочу взять другую сторону этого дела. Декарт, прилагая принцип когету, и вот весь напрягаясь вокруг этого вот сам, и при этом жизнь моя ангажирована в жизни того, о чем я пытаюсь извлечь знания. И вот мы один на один в этом стоянии. И вот это один на один. Есть следующий принцип, я переверну немножко дело. Принцип такой. Ну, фактически, принцип достоверности у Декарта можно выразить так, что первой достоверностью по Декарту, достоверностью, на которой основываются другие достоверности, является собранный субъект. Собранный, стоящий субъект. Это, кстати, весьма древнеантичное греческое представление. Греки стояли, но когда они грохнулись, то шум от этого грохота дошел и до нас. Собранный субъект. Собранный вот вокруг этого вот когитального принципа. Я сам и принимаю то, что из себя. Извлеку из себя. Но тут вдруг у Декарта проливаются мотивы, нота представления, необычного для европейской мысли, представления, что сознание, и опять то, что мы понимаем в наших ментальных ассоциациях, наглядных представлениях, сознание есть пассиом, в смысле страстной силой. Есть уровень, на котором для Декарта неприложимо вообще развлечение пассиом и аксиом. То есть страсти, как пассивного состояния, вызванного какими-то воздействиями, и действия. И сознание, как страсть, собирает и преобразовывает, кстати, как я говорил в прошлый раз, преобразовывает субъекта. Я говорил, что то место, которое для нас оставлено в мире, там, где лежит собственный или акт, имеющий лик, который мы должны совершить, мы можем в это место попасть и там быть ликом, лишь переосмыслив и преобразовав самих себя. А преобразование это требует, как вы знаете, силы. Нельзя словами их сочетаниями или силогизмами и прочее-прочее преобразовывать себя. Реальные события производятся какими-то силами. И вот у Декарта это сознание, как страстная или пассионарная сила. О чем она хлопочет? И вот здесь интересный очень момент, о чем хлопочет эта сила. И вот когда я снова перечитывал Декарту, я все равно настойчиво, как и Д и Д фикс, во мне всплывало платоновское рассуждение. И просто я удивлялся чуду такого совпадения. Но на уровне моих заумных рассуждений, я уже это чувство, чудо этого снимаю и очень так рассудочно объясняю этим, что вот существует закон соответствий. Есть какая-то, внутри какая-то штука, и она фонтанирует на разных уровнях, через разных людей в разные эпохи, какими-то одними и теми же вещами. И они согласованы между собой, как бывает согласованы, символические соответствия. Бадлеровский корреспонданс. Ну, конечно же, Декарт не читал Платона, то есть, или плохо его читал. Плохо читал. Ну и вдруг вот та же самая абсолютно тема. Декарт говорит, то есть Платон говорит, мы не все познаем. И в том смысле, что мы не все можем познать. А вообще мы не всем и интересуемся. Ведь чтобы познавать что-либо, нужно хотеть познавать. Вспомните, страсть, я говорю. Платон не имеет в виду просто наше организованное желание, вызванное нашей дисциплиной, волей и так далее, или любознательностью, научной любознательностью познавать. Платон говорит, мы сдвигаемся с места в акт познания, только если мы поставлены в ситуацию восприятия или ощущение такого, которое само себя раздирает и противоречит само себе, исключает само себя в одном и том же отношении. То есть Платон говорит, что началом познания является какая-то собственная наша темнота, темнота в прямом смысле этого слова, не в учености, а темнота в отсутствии света, мучительно нас раздирающий. И мы находимся, как выражается Платон, в неустойчивом противостоянии. Или вправо упадем, или влево упадем. Вот это вот состояние неустойчивого противостояния одного другого, мы внутри него, одно исключает другое, мы держим это, но удержать это невозможно, неустойчиво. Мы или туда, или сюда упадем. И начинается движение. То есть, повторяю, Платон предполагает, существует какое-то ощущение, восприятие, наше раздирающее вот таким вот образом. Вот нам явилось что-то, я говорил, явленная истина, или привилегированное какое-то проявление, содержащее в себе вот эту мучительную, противоречивую загадку, держащую нас в состоянии неустойчивого противостояния. Ну, к тому же вы знаете, что у Платона высшим символом, обозначающим всю философскую работу, или познавательный пафос, был эрос. Эрос как символ стремления разорванных, разошедшихся половинок, половинок к воссозданию своего первоединства. То есть, к разрешению фактически вот этого неустойчивого противостояния, где противостоящие одновременно стремятся друг к другу и исключают друг друга. И мы раздираемся вот внутри этого неустойчивого противостояния. Вот еще странная добавка, ограничительная или пояснительная к тому, что мы называем мыслью. Декартовская, вот это вот, то есть, один на один. Ну, Декартовская, одновременно, я снова повторяю вам, Растиньяковская, снова напоминаю вам этот образ Растиньяка, стоящего на холме перед растевающимся Парижем, и говорящего, вот теперь, а ну да, на нас, между нами двоими. Между нами двоими. Те мысли, которые разрешить надо, потому что жизнь моя решается. И я вовсе не модернизирую ее, вводя этот образ якобы 20-го века или возникший, вернее, 19-го века. Я абсолютно далек от какой-либо модернизации. Просто вот это вот, Декарта его жизни, если реконструировать жизнь Декарта, она полностью раскладывается именно вот так вот, и Декарта писем свои... Теперь, выполнив предупредительный Демарш, вернемся вот к той ситуации, вот в которой оказывается эта мысль. Мы разъяснили уже, что это такое. Но теперь вернемся к ситуации, в которой она оказывается. Она у Декарта существует, как бы подвешенная над двумя пропастями. Над этими двумя пропастями человеком, который проделывает акт Когита, воссоздается мыслительный акт в полном его составе, со всеми его предпосылками, допущениями и вытекающими следствиями, или формой этих следствий, всех возможных следствий. Декард говорит, что вот это вот над этими двумя пропастями субъекта, и если мы о нем говорим или к нему применяем слово «всегда», то в этом же самом ответе киперасписту Декард говорит, я не имею в виду «всегда», вот как вы слово всегда понимаете. Ну, фактически Декард говорит, что всегда, я говорю, «всегда» существует вот это вот, «всегда» оно есть и существует, как бы само, идя через время, глязь, как устойчивый субстрат, ну, любых своих изменений там, оно потемнеет, ну, конечно, я знаю, что как материальный предмет оно разрушится, ну, скажем, какой-то нематериальный предмет, он вот так же существует, но в отличие от материального предмета, он просто не разрушается, вот вечно существует. Да нет, говорит Декард. Когда я говорю слово «всегда», я имею в виду, я обозначаю этим словом «мне вечность», вот вечность вот этого вот, ну, фактически, вечность, представляемая нами наглядно. Что мы имеем в виду под вечностью? Вот то, что я только что говорил. Вот вечно существует вот так вот, существует. А мы уже знаем, что для Декарта таких существований нет. Так вот, он говорит, это слово «всегда» не означает вечность, но лишь то, что мы это делаем, вернее так, лишь то, что мы делаем какую-то вещь каждый раз, он каждый раз подчеркивает в тексте, делаем какую-то вещь, каждый раз, когда представляется случай, ее делать. Мы ее делаем вот так, все время одинаково делаем. Каждый раз, когда для этого представляется случай. Мы можем вообще не делать, но так же, как мы мыслим не всегда. Мы спим, например, и смотрим, как я говорил вам, на птичек и твердо знаем, что при этом мы ровным счетом ничего не думаем. Это рекомендованная Декартам процедура. Но когда мы подумаем, и каждый раз, когда подумаем, и ровно настолько, насколько мы в этой мысли остаемся, то будет вот то-то, то-то. И тогда вот то, что будет, и называется вечным в моем смысле слова, говорит Декарт. Каждый раз, когда представится случай, делать эту вещь. И вот забавно еще такое Декартовское предупреждение. Мы знаем твердо, из логики усвоили, из теории познания тоже, что то, что называется мыслью и то, что называется логическими связями или логическими отношениями, вневременно и внепространственно. Просто пространственные временные понятия не могут нами использоваться для расчленения и уяснения содержания логических истин и логических отношений. И в этом смысле они вне пространства и времени. Пространство и время в данном случае являются лишними сущностями, и бритва Акама должна их срезать. Они нам не нужны для понимания мыслей, для оперирования логическим выводом и так далее, и так далее. И мы вообще-то эту ассоциацию переносим и на то, что мысль называют философом. Но я уже часть предупреждения относительно того, что такое мысль сделал. Теперь сделаю еще одно. Это очень важно для того, чтобы они представят себе, как Декарт себе представляет вот это вот стояние и дрение субъекта над этими двумя пропастями. Над пропастью материального изменяющегося и ничтожного мира, порочного, всяким миром, как материальный порочен. Или вот этого вот некого высшего идеального мира, который тоже пропасть, если мы подписываем ему какие-то неземные свойства вечного существования, нами недостижимого. Так вот мы переносим на мысль, для понятия мысль в философии вот эти вот ассоциации. И Декарт в беседе с Бурманом, одна из самых интересных его работ. Это просто Бурман, молодой теолог, очень тщательно изучивший декартовскую философию и имевший счастье с ним беседовать подробно и задавать ему вопросы по всем беспокоившим его пунктам декартовского учения. И в том числе, ну как само сообразумеется, говорит о том, что мысль совершается вне времени, говорит Бурман. И еще там дополнительно есть лема у этого нашего представления, что нельзя мыслить одновременно о нескольких вещах. Последний оттенок нам не важен, я просто скажу, что декартовым мимоходным замечанием, конечно, мы всегда мыслим одновременно о разных вещах. Например, я мыслю о чем-то, я мыслю о том, что я мыслю, и это содержится в одном акте. А это вещи разные, предметы, о которых я мыслю, и мысление о мысли, мыслищие предметы. А это в одном акте все совершается, говорит декартов. Ладно, это сейчас оттенок нам не важен. Декартов говорит, простите, как эта мысль совершается мгновенно или вне времени? Мысль, говорит, может делаться только во времени, говорит декартов. В том смысле, что, он говорит, ведь нужно прибыть в мысли достаточное время. Ей нужно удерживаться в мысли, говорит декартов. Имея ввиду, конечно, вот ту длительность, о которой я уже вам рассказывал и говорил, что это основное антологическое переживание декартов. Как могут прибывать вещи, такие пребывания которых во времени являются дополнительной посылкой по отношению к их содержанию. То есть их содержание не содержит признака дления, дления, субстанции, как я вам говорил, не содержит, или акт творения не содержит признака дления или воспроизводства. И вот это ощущение живое, оно декартовское ощущение, что мысли именно пребывают, держатся в ней. Оно проходит через все, что Декарт думал и о чем говорил. Внешне, терминологически, как я вам показывал, оно выражается в маниакальном появлении везде в решающих пунктах декартовского рассуждения слов. Тогда, когда? Тогда, когда мысль. Поскольку мысль, ну когда мысль. Мыслю, что мыслю, и когда мыслю, что мыслю, тогда. Я уже не говорю о роковом слове потом или еще. Если вот так-так, потом уже нельзя или можно. Вы помните, я говорю вам, может ли Бог создать в мире существо, которое его же Бога ненавидело? Это гениальный ответ Декарта. Нет, теперь уже не может. Теперь уже не может. Вот если просто брать эту одну фразу, прибавив к ней вот это вот что. Мысль во времени только совершается. В смысле, в ней нужно пребывать. Или персисте, говорит Декарт, энное время. Вот если вместе взять это все, просто расшифровывая это, можно все декартовскую философию изложить в качестве последствий вот из этого переживания или из этих постулатов. Так вот, декартовское вот это вот ощущение длительности есть, во-первых, конечно, ясно, что, как я говорил вам уже, выделение длительности непсихологической, некого антологического измерения, в котором дление не есть дление нашей психологической реальной жизни. Наша психологическая реальной жизни есть чередование моментов пребывания на нас в той длительности, где упорядоченные предметы сами себя воспроизводят и длятся, и полосы пребывания нашего в реальном мире, где рассеяние и распад. Ничто не удерживается на своих основаниях, порядки разрушаются, и для философа основное чудо, как вообще возможно мысль. Вот как можно начать мыслить в определенный момент времени, в следующий момент времени иметь ту же мысль, которую имел, плюс еще новая, и связать их в необходимую какую-то связь. Это чудо, потому что из самой длительности или последовательности времени это не вытекает, и длительность или поток времени не дает для этого оснований. Он не может держать такое событие, а оно случается. Факт, ведь бывали мысли, как вы говорите, случались, как это возможно? Кстати, вот я размахиваю перед вами ручками, казалось бы, чисто эмоциональные ходы, А в действительности просто это придало особую форму старому исходному вопросу философии. Ведь вы знаете, что основной вопрос философии есть простой очень вопрос. Он такой двухглавый, двухчленный, но один. Вот следующий. Почему есть вообще что-то, а не ничто? Вот это и есть основной вопрос философии, вокруг которого все строится, раскручивается, держится и так далее. В том числе в нем под член или под вопрос, почему это, а не иное? Почему, собственно говоря, это, а не другое? Почему это событие в мире, а не другое? Потому что все это случайно. Ну и из него под вопрос, почему, собственно, я здесь? И так далее. Или почему вы здесь? Ну вы понимаете, что в такого рода фразах слово есть используется ведь особым образом. Когда философ задает вопрос, почему вообще есть нечто, а не ничто? Ну ясно, что слово есть относится, есть слово прилагаемое к предметам особого рода. И они действительно... А что другие предметы, это ничто. А вот те предметы, к которым слово есть прилагаемое, они действительно чудо. Вот чудо мысль. Так вот, чудо мысли, оно имеет еще одну интересную сторону у декабря. Которую он полностью пластично восстановил всю вот эту внутреннюю, так сказать, внутреннюю пассионарность философского вопроса. То есть сознание как пассион, как страсть, пассионарное что-то. Вот почему есть нечто, а не ничто? В том числе, почему есть мысль? Вот я подвешен двумя этими пропустями. Я должен держаться в мысли. Так, держаться в мысли, но здесь есть один парадокс. Я впереди себя мысль не могу породить, мысль новую, а по определению, когда говорится о познании, говорится только о новых мыслях. Значит, впереди себя я не могу породить новую мысль простым желанием этой мысли. Ну, простое, я говорил вам уже, вы же не можете сделать открытие просто потому, что вы захотели сделать открытие. Что-то вам может быть откроется, когда вы пошли, куда пошли. Да, как говорится, простите, а все за Сократом, куда пошли, собственно говоря? Пусть и впереди мысль породить нельзя, как следствие у меня наличных мыслей, просто потому, что в последующий момент времени не вытекает из предшествующего. Следовательно, моя мысль впереди, то есть мое бытие впереди в качестве мыслящего что-то нового и не забывшего себя перед этим. А ведь, в принципе, можно ведь в момент времени проснуться или очнуться не самим собой. Почему, собственно говоря, в следующий момент времени я это я? Это загадка, это не так просто. И в этом, кстати, повторяю вся философия. Почему нечто, а не ничто? Хорошо, так вот, нет оснований, чтобы в следующий момент была мысль, но когда она есть, на каких основаниях я ее признаю в качестве мысли? Потому что если я признаю ее, то я ее уже имел. Очень простой. Что-нибудь для того, чтобы что-то узнать, нужно уже это знать. Потому что то, что я хочу узнать, лежит в каком-то направлении, например. Я в этом направлении должен сдвинуться. Если я сдвигаюсь в этом направлении, то я уже имею образ того, к чему я хочу прийти. Значит, в этом смысле я знаю то, что я должен узнать. Тем самым я вообще двигаться не могу. Здесь противоречие содержится. Как же все-таки это движение происходит? Как впереди вообще что-то возникает? Так, теперь это что-то возникающее впереди в некоторой длинности. Оно, я говорил вам, покоится на высокой волне интенсивности существования. Я, существование Я, вот в этом зазоре между двумя моментами времени, который ни один из которых не вытекает один из другого. Ни вперед, ни назад. Ни назад я не могу пройти, сказать, что я вытек из предшествующего момента времени. Ни вперед пройти не могу, сказав, что вот впереди. И теперешний момент обосновывает последующий момент. Так, и здесь я вот стою вот для карты на этой волне интенсивного существования. Вот того, которое я пытался перед этим описать. То, которое незаместимо, то, которое есть собранный субъект, являющийся первой достоверностью. И вот на одной стороне у меня вдруг оказываются врожденные идеи. Почему врожденные идеи? Там есть одна сложность, связанная просто с лингвистикой, с различием между французским языком и латинским. В большинстве случаев, может быть, в силу лаконизма знаменитого и других качеств, латинский язык выигрывает перед французским. Ну, а иногда латинский порождает недоразумение. По-латински врожденность идеи есть простое слово «ине» или французский вариант, но латинского слова «инатус». А в французском тексте Декарт пользуется выражением, которое гораздо точнее и не несет недоразумения. Значит, если прямо переводить латинский термин, значит, врожденные идеи — это не прирожденные идеи, прирожденные мне. Нет. Рождаются тогда, когда я рождаюсь. Ну, и там дело гораздо яснее, потому что ты понимаешь, что там упор умозрительного хода философской мысли стоит на рождении «я», вместе с которым появляются идеи. То есть этих идей нет, пока «я» не рождается. А «я», — говорит Декарт, «мое «я» не рождается от родителей». Следовательно, идеи не прирождены по закону просто нашего языка. Мы прирожденным называем то, что мне прирождено в том смысле простом, и это имплицировано, что это перешло во мне от моих родителей к моим родителям, еще от их родителей. А Декарт имеет в виду совсем-совсем другое. Следовательно, если он говорит идеи, которые появляются вместе с появлением меня самого, капитального меня самого, а не эмпирического «я», или идеи, которые рождаются вместе со мной, а я не рождаюсь от родителей, и должен еще родиться «я». Родиться в некоторой среде усилия, о которой я все время говорил. Некоторая среда синтеза, среда усилия. В ней происходит второе рождение или первое рождение того, что Декарт называет «я». Тем самым понятно, что в рожденной идее есть просто континуальные свойства того поля, в котором и только в котором рождается «я». В то же время в рожденной идее есть структуры понятности просто-напросто. Ну вот смотрите, сейчас я в качестве одной из врожденных идей проиллюстрирую понятие пространства, которое я уже анализировал в другом плане, в плане различения мышления и протяжения, или мышления и материи. А теперь возьму со стороны вот, что значит называть такое понятие, как понятие пространства, врожденным. Ну так же врожденные нам понятия длительности, понятия «я» и так далее. Ну вот смотрите, я утверждаю, материя, вот возьмите такое суждение, материя только пространственна. Вот в Декарте, в корпусе философии Декарта содержится утверждение «материя только пространственна». Ну, во-первых, чтобы понять его, вспомним вот это вот декартовское «уже» или «еще раз нельзя». Сейчас вы поймете, о чем я говорю, просто напомню вам перед этим, что я говорил. Ну, значит, в прошлом и позапрошлом раз я показывал вам, что декартовское утверждение о том, что материя и есть пространство, означает понимание декартов, что что-то требует обоснования и доказательств. Вот, например, не само собой разумеется, что в мире есть тела. Или что то, что воздействует на нас, суть тела. Потому что, как я показывал вам, на нас могут воздействовать знаки или сообщения, материальная оболочка которых, знаковая оболочка, в каком-то смысле не существует. И не применим термин существования в настоящем смысле этого слова. Вот я захотел, сделал вам знак вот так вот, а потом взял этот знак, перестроил и придал ему то же самое значение. В мире сместились материальные формы, но это майя, скажет декартов, это ничто. И нужно доказать, что доказать? Что то, что воздействует на нас, есть тело, материальное тело. Сказать, что то, что воздействует на меня, есть только материя, можно в случае, если я под этой материи имею в виду такие явления или естества, тела, которые полностью артикулированы вне самих себя, то есть в пространстве, и не имеют внешнего, то есть внутреннего, и не имеют внутреннего. Вот это тогда материальные явления. Так вот, если я так вел и обосновал вообще, вопреки иллюзиям, что в мире на меня воздействуют именно тела, то я не могу потом сказать, что в материи есть еще что-то, кроме протяжения. Обратите внимание на мою подмысль, на ходу мысли Декарта. Мы пришли и так доказали, вот это на нас воздействует вещь. И то, что воспринимается органами чувств, есть только материя. Ничего другого органами чувств не воспринимается. То, что воспринимается, воспринимается органами чувств, и только органами чувств мы воспринимаем материальные тела в мире. Я показывал, какую роль там играет пространство. И Декарта говорит, так вот это материя. Так материя у нас получилась, теперь уже нельзя с дурацким видом или с умным видом рассуждать о том, что материя, если еще что-то, простите, вот она твердая, она непроницаемая, она еще кто-то, помимо протяжения. Во-первых, непроницаемость сама тоже пространственное определение. У Декарта тяжесть, как вы знаете, не существует, как реальное качество, пребывающее в теле. Нету тяжести в физике Декарта и так далее, и так далее. Но я здесь подчеркиваю ход. Вот так построили, в нашем языке так ввелось понятие и материи, и пространства. Теперь мы не можем задаваться вопросом, что еще, чем является еще материя, помимо своей протяженности или пространственной расположенности или вывернутости любых предметов относительно самих себя и полной их артикулированности, без внутренних тайн, артикулированности во внешнем созерцании. Во внешнем созерцании, потому что в пространстве есть одновременно и внешнее созерцание. То есть нечто, для чего у нас есть, как скажет Декарта, чувство, то есть способность воспринять это. А есть что-то, для чего у нас нет чувства. И об этом что-то мы говорить не должны. Вот я закрепив это, теперь поясню другую сторону, со стороны структур понятности, внутри которых оказывается субъект в той мере, в какой он длится или пребывает в мысли. Вот там вот он оказывается в поле, свойствами которого являются врожденные идеи. То есть свойства поля, которые нам кажутся идеями человека. Но поскольку мы понимаем, что это идеи не им изобретенные, а свойства поля сознания, тогда мы их должны называть врожденными. Или рождающимися вместе со мной. Вот в поле, потому что я-то рождаюсь в поле. Родился в нем, и вот вместе со мной родились и идеи. И каждый раз, когда родился, каждый раз, то есть как только есть чистая форма актуальности, то есть трансцендентальное сознание, то вот есть и эти идеи. Идеи прямого, идеи числа, идеи пространства, идеи длительности, идеи я, идеи Бога и так далее. Так вот, возьмем тезис. Материя только пространство. Ну, все, это значит, что мы наблюдали множество случаев материи и обобщили наше наблюдение таким утверждением. Много случаев материи наблюдали, обобщили и убедились в том, что материя только пространственная. Нет. В действительности, как уже из предшествующей, ясно, что утверждение материи только пространственной есть правило интеллигибельности или условия знания, как я уже говорил. То есть, фактически это условия наблюдения такого, применительно к явлениям которого мы вообще можем формулировать физические законы и прослеживать действия каких-то движений этих предметов и относительно этого движения формулировать какие бы то ни было законы. Потому что если бы между этими движениями лежали бы связки действующих душевных или одухотворенных агентов, то мы не могли бы этого делать. Относительно явлений, которые переплетались бы в волепроизвольной связи между собой. То есть, в волепроизвольной связи какого-то агента, который, помните, я говорил вам, подсовывал бы мне свои проявления, вот как вот домино Лефевра, за которым ту сторону мы не наблюдаем, а наблюдаем только эту, а там в каком-то упорядоченности что-то делается, а на нашей стороне выступают в виде хаотических перемещений фишек домино, другую сторону которых мы, как я сказал вам, не наблюдаем. Такой мир мы не могли бы понимать. И, следовательно, наоборот, мы теперь понимаем, что сказать, что материя пространственна или только пространственна, означает сформулировать условия наблюдений, таких относительно объектов которых возможны научные высказывания. То есть пространство в этом смысле есть условие того, что мы вообще что-то можем наблюдать в смысле физического наблюдения явлений. Тогда ясно, что это, конечно, нечто вроде того, что средневековые мыслители называли виртуальным интеллектом. Виртуальным интеллектом, да. То есть структура понятности, которая сорождена со мной или сорождена мне в качестве субъекта когиту. И мы понимаем, что если мы рождаемся в каком-то поле, то вот такие вот утверждения, не являющиеся обобщением наблюдений, они как бы заранее содержатся в наших возможных физических высказываниях о мире. То есть некоторые знания, предшествующие нашему же знанию. Вспомните, держите в голове вот эту вот сократовскую антиномию. Фактически каждый шаг до каждого рассуждения часто является скрытым ответом или держанием в голове вот это вот размышление, что как же, чтобы узнать впереди мысль в качестве мысли, выбрать ее в качестве мысли, или решение задачи, ответа и так далее, я должен ее узнать в качестве таковой. Там кроме содержания мысли содержится еще какой-то дополнительный акт, значит я должен узнать, а раз я узнаю, значит я уже знаю, знал, когда двигался к этому и так далее. Так вот, это лежит в глубине, а на поверхности появляются вот утверждения, например, врожденные идеи, такие, которые так бы уже заранее содержатся в поле, в таком поле, в котором вообще возможно наблюдать так вещи, чтобы о них формулировать физические законы. Так вот, если я сам в качестве утверждающего что-то рождаюсь в этом поле, а не от родителей, а я именно так рождаюсь, то можно тогда сказать, что такие понятия прирождены мне, или, как я сказал, сорождены со мной в качестве такового, то есть такого вот родившегося, так, поскольку когиту рождается только так. Или, вернее, скажем так, этот факт я могу так осознать и высказать, то есть языков декартовские термины есть язык декарта. Так можно осознать и высказать то, что является фактом, который можно выразить и осознать в другом, не декартовском, предметном языке. Ну, вы фактически могли убедиться, что я сегодня, то есть в 20 веке, пытаюсь рассказать вот эти вот свойства сознательной жизни, мог обойтись без языка декарта, наоборот, пользоваться каким-то другим языком, чтобы интерпретировать язык декарта. А теперь перевернемся, у нас еще нет языка 20 века, и мы во времена декарта, и нам повезло, или мы очень постарались открыть что-то, понять что-то из того, как вообще мы живем и как мы познаем. И вот мы должны назвать то, что мы открыли и осознали. И можно назвать и так. То есть содержание не зависит от разницы предметных языков и от выбора того или иного предметного языка. Значит, вся проблема тогда состоит в том, для декарта, размыл, родившись, имеем идеи, которые родились вместе с нами, вся проблема в том, чтобы дать им действовать через себя. Это и называется у декарта познанием. Дать действовать им через себя. Так строится, чтобы они поддействовали. И то, что относится к понятию пространства, это же относится к понятию числа, к понятию длительности, к понятию равенства, к понятию прямого и так далее, и так далее. Вот я уже фактически показывал, что то, что теперь я называю структурными элементами, а это вот структурные элементы, это структуры поля. Договоримся рассуждать так, что структурным будем называть то, что происхождение чего не сводимо к факту воздействия предметов вне нас, на наше сознание. То есть что-то, что локально не порождается воздействием. И это еще одна причина, почему Декатт вводит в рожденные идеи. Он говорит, так же как идея голода не похожа на мускульные сокращения, и, следовательно, мускульные сокращения, не есть причина чувства голода как сознательного явления. Так и вот, идеи в нашей голове имеют, их происхождение в нашей голове нельзя объяснить локальными единичными воздействиями предметов на наше воспринимающее сознание. Идеи в нашем сознании не похожи на воздействующие на нас предметы этих же идей. Предметы идеи не похожи на идеи. Так вот, чтобы это выразить и показать, это есть еще одна причина, почему термин в рожденной идее используется. Так вот, будем называть это идеями, имеющими структурное происхождение. Соответствующие связки будут структурными. В то же время, они, конечно, совпадают с тем, или частично совпадают с тем, что на предшествующих занятиях я называл тавтологиями, или плодотворными тавтологиями. Как выражается Декарт в правилах руководства МА, он говорит, мы редко выражаемся так вот, что вот добрый человек – добр, добрый человек – добр. А чаще всего имеется в виду именно это, именно тавтологии такого рода. Тавтологии, условно называемых плодотворными тавтологиями, или порождающими тавтологиями, по одной простой причине. Значит, с одной стороны, вывод из них, или в которых, тавтологии, вывод, вытекает не в силу обобщения наблюдений. Повторяю, материя пространственная мы утверждаем не потому, что мы наблюдали массу случаев пространственной материи и обобщили свои наблюдения. Они, значит, не вытекают из наблюдений и из обобщения опыта, но в то же время их нельзя считать аналитическими, логическими, чистыми, логическими истинными, по одной простой причине – потому что они слишком сильные утверждения о мире. Материя пространственна, есть утверждение о мире. И слишком сильное утверждение о мире, и оно не может быть аналитической истиной. И мы должны вспомнить еще то, что все эти врожденные идеи и так далее лежат в области того, что Декарт называл, и мы рассматривали, в области естественного света ума. То есть в области действия естественных сил, больших, чем мы сами, действия их через нас. Наша задача – подкрепиться ими и дать им через себя действовать. Вот так понимает познание. В той мере, в какой оно что-то познает, так вот понимает познание Декарт. Значит, мы устремлены и держимся в какой-то длительности. Вот появились поддерживающие нас вырожденные идеи или структуры понятности. Более того, среди этих вырожденных идей есть еще одна совершенно особая идея – идея некого сверхмощного интеллекта, называемого Богом. И вот Декарт пытается представить себе, как это теперь может происходить, что делается. И вот интересно, что одно представление, от которого он отказывается, первое, от которого он отказывается, оно и есть наше любимое представление, которым мы традиционно пользуемся. Оно простое. Что вот мы что-то знаем, наш рассудник или наш ум ограниченный, конечный. Но мы что-то знаем, и это знаемое таково и так строится, чтобы служить завтра или на следующем шаге, служить познанию чего-то другого. Познание чего-то другого прибавится к этому. Оно, в свою очередь, служит познанию чего-то другого еще, прибавляется ко второму. И вот такая суммация знаний, некой линейной последовательности происходит. И мы, как выражается Декарт, наращиваем силу знания или обладаем способностью, нам кажется, мы обладаем способностью увеличивать наши знания по степеням и в какой-то прогрессии, приближаясь тем самым, как говорит Декарт, к божественному всезнанию. Но, конечно, мы можем при этом быть скромными и сказать, что никогда мы не достигнем этого божественного сознания. Ну, например, Энгельс такой скромностью обладал. Он сказал, что вот абсолютная истина где-то там вот витает, и мы будем вечно по асимптоте к ней приближаться, и никогда эта асимптота не сольется с этой абсолютной истиной. Они суммируются относительно истины по асимптоте и никогда не упадут в объятия истины абсолютной. Декарт на это говорит. Это чисто антропоморфическое представление. Мы вот вошли в какое-то движение, и в нем якобы есть прогрессия, и мы мысленно проецируя завершение движения, в конце этого движения поставили Бога, а в конце движения поставленный Бог, есть представление наше антропоморфическое о неком существе, называемом Богом. И о себе предполагаем, как участников этого движения, прогрессии, который наращивает силы. Ну вот посмотрим теперь, как Декарт на деле приводит в работу машину мышления, как он организует его. Мы уже знаем, что, чтобы начать мышление работать, познавая что-либо в мире, оно должно как бы антологически проработаться. Ну, вспомните то, что я говорил вам о проблеме феномена, о элементах мышления. То есть должна скомпоноваться какая-то стихия мышления, в которой оно только и начинает работать, позволяя нам о мире что-то узнать, организуясь вот в этом зазоре, о котором я все время говорил. Так вот, давайте посмотрим, как это делать, в каком-нибудь конкретном примере. Предположение знания нами всего того, что мы узнали перед этим предшествующим нашим занятием. Из того, что мы узнали, возьмем коротко под пункты, запомним следующее. Во-первых, что мы имеем дело с собранным субъектом, как первым принципом достоверности. И второе, которое потребует какого-то разъяснения, которого я не давал. Разъяснение одновременно и простое, то есть его можно очень простыми словами изложить, и в то же время сложное, потому что требует просто какого-то обращения нашего мышления. Не усвоения, а обращения. То есть того, что Платон называл поворотом глаз души. Глаза наши видят то же самое, что видели до этого, а глаза души должны повернуться. Значит, вот мы имеем принцип достоверности, это собранный субъект. С другой стороны, мы имеем параллельный принцип, принцип бытия. Вот тот принцип, согласно которому в каком-то смысле действительно существует только бытие. Или, другое название для этого у Декарта, Бог. Действительно существующим является или Он, или то, что им порождено. И я сейчас формулирую этот принцип так. Ну, помню, в какой-то связи я говорил вам о том, что вот обладая вот этой интуицией времени и ориентируясь на свое онтологическое основное переживание, а именно на переживание пребывания в длительности как чего-то невероятного и требующего особых усилий, дополнительных каких-то принципов, Декарта все время говорит, пока я на прямой мышлении, в момент, когда я действительно мыслю, я не могу заблуждаться и совершать зло. Ну, я оговорил вам, что в человеческой реальной жизни, в реальной работе нашей психики такие моменты редкие. Так вот, в действительности, эта вот идея фикса Декарта, она может быть выражена нами сейчас, для наших задач, следующим образом, что если мы называем вот эти пребывания напрямой, под этим пребыванием напрямой, в момент пребывания невозможно зло, если мы это считаем бытием или бытийным мышлением, то мы тем самым предполагаем следующий умозрительный постулат, что Бог не видит и не знает небытия. Ну, это связано, как вы сами понимаете, с тем, опять же, другой идеей фикс Декарта, а именно с Богом-необманщиком. Бог не может обмануть еще потому, что у него просто в голове нет предметов обмана. Если под обманом понимать небытие, то есть хаос, распад и так далее, то Бог еще не может обманывать, потому что просто он не знает и не видит бытия. То есть небытия. Вот я сейчас вам зачитаю одну цитату из Декарта. Это вот опять же в этом насыщенном ответе нашему знаменитому иперасписту. Ипераспистис. Декарт говорит, так как есть очень большая разница между вещами, которые делаются позитивным действием Бога и которые не могут не быть хорошими. Обратите внимание на этот оборот, который я уже в другой среде потом буду разъяснять. Повторяю, что есть большая разница между вещами, которые делаются позитивным действием Бога и которые не могут не быть в силу этого, то есть в силу того, что они позитивным действием Бога делаются, не могут не быть хорошими. В другом месте, в трактате «Освета», он эту же мысль выражает так. Вещи в той мере, в какой они существуют, и хороши. Или, говоря о движениях, движения в той мере, в какой они существуют, и в какой они прямые. Так вот, эти вещи отличаются, есть разница между этими вещами, о которых я только что говорил, словами Лекарта, и теми, говорит Декарт, которые случаются в силу прекращения этого позитивного действия, обратите внимание, которые случаются в силу прекращения этого позитивного действия, как все беды, или все зло, если во множественном числе взять зло, все зла, и все грехи, и разрушение существа, или существования, если вообще что-либо существующее может быть внесторжено. Это тоже характерный, очень оговорный. Значит, посмотреть на перечисление. Вот прекращается позитивное действие, и зло, грех, и разрушение существа, или существования. Русский язык опять здесь не может угнаться за романским языком, потому что «этка» в французском означает одновременно существование и одновременно существо существующее. Человеческое существо будет. Именно «этка» — одновременно существование. В русском это два разных слова, а в французском одно. Значит, разрушение какого-либо... Ну, скажем так, переведем. Разрушение чего-либо существующего, в той мере, добавляете, как вообще возможно разрушение чего-либо существующего. Ну, здесь я намекаю на тот оттенок, увяжите его в голове, который я протягивал все время, а именно, что в каком-то смысле существующее не может быть разрушено по одной простой причине, потому что мы существующим называем только то, что является или Богом, или созданным. Оно действительно существует. Так вот, держите пока в голове эти оттенки. И, ну, скажем, в этот ассоциативный ряд, где идет перечисление сопоставляемых с позитивным действием, или с прекращением его, а именно зло, грех, разрушение, поставьте сюда заблуждение, ложь, потому что на уровне мысли существующей или бытия есть упорядоченная мысль, или мысль истинная и достоверная. А грех в мысли, если этой ассоциацией пользоваться, это вот заблуждение, рассеяние, неупорядоченность, спонтанная эмердженция в нашем сознании, каких-то представлений, которые не нами порождены на почве собственного движения, и в которых продуцирование нами мыслей напоминало бы наше тело в конвульсиях пляски святого Вита. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь это явление? Наверное, да. Я видел его дважды, однажды в специальных условиях больницы, а в другой раз в натуре, я как-то прилетел в Тбилиси, и у здания аэродрома ждал выдачи багажа, и там на газоне в яркий солнечный день стоял какой-то очень худой человек, очень неряшливый, плохо одетый, и вдруг на моих глазах всем стала твориться странная история. Он делал совершенно отрегулированную жесткую последовательность жестов, движений. Он сначала каким-то конусильным движением нагибался, прикасался колено, следующим движением левой руки он прикасался бедра, следующим движением этой же левой руки он прикасался носа. В это время правая рука, тоже я уже не могу воспроизвести последовательность движений, совершала точно так же какую-то другую последовательность. также регулярную, и я был просто весь отдан во власть этого чудовищного зрелища человеческого живого существа, вовлеченного в рисунок механических движений, которые он заполнял своим телом, из которых он выскочить не мог. Ни одно из этих движений не было произвольным, волепроизвольным, им управляемым, и он должен выполнить весь этот рисунок до конца. Он выполнялся весь цикл, скажем, из 15 движений, потом он начинал этот цикл сначала с первого, и все, теперь 15. Вот это конвульсия ляски святого вида. Только я хочу, чтобы мы знали, и как Декарте-то хорошо знал, что многое то, что мы думаем в нашей голове, есть участие нашего живого существа в регулярных конвульсиях. Результат или элементы этих конвульсий, очень строгие и четкие, вовсе не есть работа нашей мысли. Значит, где бывает пляска святого вида или заблуждение, или производство в нашей голове, не нами самими каких-то представлений. Ну, в том числе, если вы знаете, что обыденные или обычные представления, унаследованные нами по традиции, по чтению, не подкрепленные нашим собственным восприятием декартовским, они есть произведенные в нашей голове, нечто произведенное в нашей голове сцеплениями пляски святого вида, то есть механическими сцеплениями. Так вот, где эти сцепления могут что-то производить? Там, где нет позитивного действия Бога, говорит Лекард. Мы, скажем, позитивного действия усилия или собранного субъекта, который поставил себя там, где производится событие. Или вот, как говорил Фрейд, который тоже понимал прекрасно эту проблему, применение к бессознательным, он говорил так, «Где было оно, бессознательное, оно с большой буквы, должен встать я». То есть на место там, где стояло оно, должно встать я. Вот, собственно, задача психоаналитической процедуры. Не уверен, конечно, что такая процедура может вылечить пляску святого вида. То есть до сих пор не подается лечению. Вообще, ну, человеческая история такова. Всегда есть болезни, всегда есть лечение рядом с ними. Болезни продолжаются, так же, как продолжаются рецепты лечения. Повернем мы эту мысль так. Короче говоря, Декард придерживается той мысли, которой придерживались многие эзотерически-религиозные мыслители, которая получила развитие и так называемой отрицательной теологии. Оно следующее. И, собственно говоря, оно есть действительная мысль, скажем, такой в виде христианства, в отличие от того, что сами христиане часто могут себе представлять в своих наглядных представлениях или в своих соответствующих плясках святого вида. А именно, что добро и зло не есть две силы в мире, или Бог и дьявол, не есть две силы в мире. Собственно, силой реально существующей является добро или Бог. А зло есть то, что есть там, где нет добра. Или, как говорит Декард, позитивного действия Бога. Понимание этого обстоятельства, то есть знание нами этого обстоятельства, оно, как и многое другое, закодировано в нашем языке, поскольку язык есть наш продукт миллионов лет эволюции, содержит в себе, упаковывает в себе многое такое, что мы отдельным рассудочным усилием нашего индивидуального ума вовсе не можем раскрутить. Но, тем не менее, невольно раскручиваем, когда употребляем слова. Как бы употребление слов тянет за собой то понимание, которое в них уложено, и которое может в то же время не быть достоянием нашего эксплуатического сознания. И ведь бабочка совершает свой прекрасный взмах крыльев, вовсе не раскладывая этот взмах последовательности аналитически воспроизводимых действий. Просто, ну, потому что упаковано там многое. Так вот, в нашем языке мы говорим, вы знаете, русское выражение, которое гласит, свято место пусто не бывает. Мы его употребляем даже не вдумываясь в его смысл, но употребляем, очевидно, в тех случаях, которые требуют употребления этого выражения. И в этом смысле мы понимаем, что говорим. Потому что эти слова употребляем там, где мы интуитивно создаем необходимость употребления именно этих слов. То есть, мы не в нашей кровати. Специально знать, что они говорят, мы не всегда можем и не всегда знаем это. Ну, и сделаем простой шаг. Давайте договоримся под святым местом понимать место, в котором выполняется позитивное действие усилия или собранного субъекта. Ну, оно может считаться святым, потому что Декарт считал, и Любовь философ считает, что оно выполняется именно в соотнесенности человека с некоторыми высшими предметами, высшими онтологическими реальными, стоящими за обыденной жизнью, и в этом смысле святыми. И, соответственно, поддающийся процессу освящения в культурах, в ритуалах, обрядах, там и т.д. Допустим, в том месте, которое является святым, нет, не совершается усилия. Не действует там позитивное действие. Утомилось. Нет внимания. Ну, как в мысли, например. Я перестал быть на прямой мысли, соскочил с прямой мысли, в которой я думал. В тот момент, когда я думал, я не мог подумать зла. И вот тогда это место заполнится, если оно пустое окажется, оно заполнится чем-нибудь другим. Чем? Противоположным. Злом, грехом, заблуждением. И как считаешь, что, повторяюсь, заключая этот пассаж, и как считаешь, что в мире нет такой позитивно действующей силы, которую мы назвали бы дьяволом, злом, или чем-нибудь вот из этого ряда слов. Так, теперь мы это закрепили. Ну вот мы имеем упечатлившуюся душу. Ну вот и Декарт так представляет, и именно это представление он разъясняет в своем неоконченном диалоге разыскание истины, построенном по всем антическим правилам диалога. Он так себе разъясняет в лицо имперсонизирующее Декарта, обращается к простому и опытному человеку, не ученому, в отличие от третьего участника, который представляет аристотельскую ученость, и показывает, и пытается все время показать ему совершенно так же, как проделал свой времен Сократ, Платон, показать ему, что, собственно говоря, в его душе это содержится, и все это. И лишь нужно срезать слои учености, слои тех заранее заданных стереотипов или па-пляске святого вида, па-как-баб-танго или фокстроте, заранее заданное, которое он пытается втиснуть, что в действительности на уровне живой своей души он знает. Но эти лежат в душе, впечатлившиеся в душе, лежат образы, как бы завязшие, отяжелевшие образы. Им надо сплыть этим образом. И тут нужно допустить, конечно, проделанную ту работу, о которой я уже говорил, а именно, значит, вот эти образы должны как бы всплыть, освободиться от наростов, от утяжеленности. Нечто, что мы в действительности уже знаем сами из себя, и что и есть основное познание, но что вот должно как-то двинуться, как какая-то коряга, закрепленная чем-то другим на дне воды, и вот мы снять эту тяжесть должны, и коряга тогда всплывет на поверхность. Ну, должно быть, предположено, проделана процедура та, которую я называл прохождением экранов. Экран динамического чувства сознания, где самопроизвольный импульс сознания, совпадающий с действием, переносится нами в мир, и там мы представляем себе так, что там объекты тоже движутся вот чем-то, что их движет изнутри. По закону Декарта, такие объекты для нас непроницаемы были бы. Значит, чтобы они стали проницаемыми, мы должны расщепить сращение чувства сознания с объектом. И второй экран, время. Допустим, мы прошли экраны и помним о прохождении экранов есть одно, увидеть себя в мире. А это очень трудно увидеть себя, потому что когда мы описываем, когда мы излагаем то, что мы знаем о себе, в действительности мы видим не себя, а объект в мире, согласно той картине мира и культуре, в которой мы живем. То есть, иными словами, Декарт показывает, что нельзя увидеть себя, не проделав феноменологическую редукцию, ту самую знаменитую редукцию, которая всяким грохотом и усилиями совершалась Гуссрелем и другими мыслителями в 20-м веке. Кстати, она же совершалась и Эдгенштейном, не странно, как бы не были совершенно не похожи один на другой эти мыслители. Значит, ну и мы это помним, что это так. Вот, допустим, мы вот прошли, проходим эти экраны, видим себя, проделав редукцию предметного и объектного мира. И тут начинается у Декарта очень интересная тема. Тема усиления, то есть усиления вот тех образов, о которых я говорил, о которых я сказал, отяжелевшие, завязшие образы нашей впечатленной душе, а познавать можно только то, что есть в душе, соотносясь с тем, что есть в душе. Вот этим образом Декарт систематически и в метафизических размышлениях, в ответах на метафизические размышления, в письмах, везде проходит вот эта тема у него всегда соединенная с одним термином или словом, а именно с термином амплификация. По-русски амплификация означает усиление, но, к сожалению, слово усиление в русском языке не содержит дополнительный пространственный оттенок, потому что амплификация в романских языках означает одновременно широкий, расширение, амплификация. Ну и поэтому даже вот в технике вот вы знаете, что существует такой предмет, называемый усилителем, в технике афидерити аппаратов, элементы всей системы воспроизведения звука является то, что по-русски называется усилителем. А я почему-то неволен всегда предпочитаю называть его амплификатором, хотя это ненужный романизм в русском языке, просто потому, что со звуком вы неволен представляете вот такой широкий, большой резонатор, резонатор пространства, в котором звук усиливается, но также и расширяется. А слово амплификатор содержит этот смысл. Так вот, давайте начнем вглядываться в эту вот амплификацию. Ну, во-первых, оговорим следующее. Есть какие-то образы, формы, образы, образы я не имею в виду не обязательно, наглядные образы, но в смысле классификации, что у нас есть мысли с одной стороны, а есть образы до другой стороны, вот как психологи и пеносеологи классифицируют. Нет, ну, в простом, чисто филологическом в старом смысле этого слова образы или формы, очертания. Значит, мы должны запомнить только одно, что явно по всему смыслу того, о чем мы до сих пор говорили, эта вот амплификация или усиление не может происходить во времени, то есть не может происходить прогрессией по степеням и добавлению. Вы помните, что я говорил вам, и я коротко это напоминаю, что Гекард категорически отказывается от такого образа познания или процесса познания, в котором представляется, что суммируется знание к одному к другому и что истинно есть сумма знаний, складывающиеся в прогрессивном движении во времени. Гекард не отрицает эмпирического факта, что возможно увеличивающаяся сумма знаний как таковая, но у него описание акта познания и сам акт познания не могут так совершаться. Он как бы считает, что некоторое совершенство или полнота должны выполняться гик этнук вне зависимости от движения нашего к источникам, движения источников познания, от наращивания или обнаружения новых источников знания и так далее. Вы об этом предупреждены, что вот эта амплификация исчезания происходит не во времени, не путем добавления сил в прогрессии и по степеням. Степеней нету, считает Гекард. Помните, я говорил вам, что Гекард считает, что нельзя произвольно увеличивать наше знание. Вы фактически складывать мое знание с знанием другого воображаемого или реального персонажа и так получать знание. Извлечение опыта, если оно совершается, а само извлечение опыта не есть просто содержание опыта, а есть событие реальное в мире, которое может случиться или не случиться, событие извлечения опыта. Иначе говоря, Гекард и в самом начале теории познания нового времени заложена одна идея, которая потом исчезла из теории познания, которая пришла потом усилен прагматистов, операционалистов в 20 веке восстанавливать. А именно в новое время всегда говорится об эмпирическом опыте, то есть о науке как о таком знании, которое является только опытным, основанным на эмпирических принципах это знание, но при этом выветрилось понимание, что сам опыт есть эмпирический, не предметы измеряются только эмпирическими принципами, недостоверностями, а сам факт того, что мы познаем эмпирически, есть в свою очередь эмпирическое событие. То есть можно учиться и не научиться, например, а научился это событие, эмпирическое событие, извлечение опыта, ну, вот, например, в пряске святого вида вы ничему не учитесь, там опыт не извлекается, а есть вот та повторяемость последовательности, которая есть, бесконечная прогрессия, и там не происходит как раз того эмпирического события, которое имеет Декар, имеет в виду Декар, а именно извлечение опыта, научились или не научились, извлекли опыт, остановились и сказали, вот это я знаю, это я понял, вот это я знаю, это я понял, само есть эмпирическое событие, реальное событие, которое случается следовательно, я повторяю, на основаниях, которые не совпадают или не тождественны содержанию этого события. содержание излагается в теории системы знания, а случание события не исчерпывается содержанием этого события. Вот к случанию события относится то, что я все время говорю, собранный субъект, который тоже есть событие в мире, может случиться, а может не случиться. Когда оно случилось, мы как бы изнутри содержания знания проецируем знания в мир, их экспедиции не раскладываем, и нам кажется это познанием, а в действительности это экспликация познанного, сказали бы немцы Эрклеру, а сам факт и акт познания от нас ускользнули. Изложение содержания узнанного просто по ускользанию по одной простой причине, а не требует дополнительного какого-то описания, поскольку событие не совпадает с содержанием события. Я представляю, что трудно эту абстракцию уловить, это абстракция феноменологическая абстракция, но не уловив ее, мы не можем двигаться. Значит, мы помечаем, что амплификация или усиление не во времени, не этом имеет в виду, поскольку он отвергает это еще своим уже и на уровне религиозной что ли грамотности. Он считает, что вот так вот проецировать и складывать силы одну с другой лечет за собой то, что мы наглядным представлением сначала ставим какое-то другое существо, более сильное, чем мы, в конец нашего движения, называемое существо Богом, и, как я говорил вам в прошлый раз, у нас даже по мере этого движения, вот к этому уже поставленному нам в конец движения существу, может появиться экстравагантная затея, замысел самим стать Богом, ну, а это ересь, ересь в техническом смысле этого слова, а не просто в обыденном смысле слова. Вот, начнем это самое усиление, маленькую ассоциацию для этого усиления, для этого усиления. В этом же, по-моему, да, в этом же письме и перасписку, и так говорит, да, кстати, Толя, вас в прошлый раз не было, и я вчера в прошлый раз вспомнил, что значит «эресь вписк». Солдат резерва, да, значительный боец, боец резерва, который входит в бой в самый последний момент. Ну, вот, и в этом же письме он говорит, разъясняя роковую проблему бесконечности, в контексте отвлечения бесконечности позитивной от просто неопределенности, в которой обозначается наша неспособность остановиться, то есть всегда наличие чего-то еще более маленького или еще большего. Он говорит о позитивной бесконечности как первичной идее, а что вот та бесконечность, которая фактически является неопределенностью, она появляется лишь на фоне уже имеющейся идеи позитивной бесконечности. Он говорит, что фактически надо было бы вот эту позитивную бесконечность, и поскольку в самом слове бесконечность содержится отрицание, и оно этим уже неудачно, как будто Уже есть какая-то конечность, а бесконечность есть преодоление конечности. То есть это бесконечность вторичная. Вместо этого, он говорит, надо было бы говорить так, Декарт пишет. Так же, как вот я сохранил термин «бесконечное существо», говорит он, там, где лучше всего было бы называть это «энс амплиссимум», «энс амплиссимум», то есть наиполнейшее существо. Если уже, во-первых, геологически не содержит отрицательное частичко, «бесконечность» и «бес», и более точно выражается суть дела. «Энс амплиссимум» или максимально, или наиболее, или более всего полное существо. Но обратите внимание, что то же самое «амплификация», которое фигурирует наш, «важняковый наш». Там, где мы начали говорить о том, что же нам делать с образами, которые есть в будущем. Мы решили, что их нужно амплифицировать. Увеличить фотографии, мелкие черты, детали, дать в другом масштабе. Он говорит дальше, что вот эти увеличенные идеи, в французском тексте стоит именно термин «агранди», то есть увеличенные совершенно пространства, он сможет также отместить увеличение фотографии. Увеличенные идеи и даже способность их увеличивать таким образом не могли бы быть в нем, то есть в человеке или в духе, если бы сам этот дух не имел бы своим источником, или не происходил бы от Бога, в котором действительно существуют те совершенства, до которых может дотягиваться, растягиваться или увеличиваться эта амплификация. Вот мы и выходим в сути того, как организуется вот эта вот машина мышления, в действии, в которой вообще может образовываться новая мысль или вообще извлекаться опытом, то есть совершаться реальные события познавания, которые как события не совпадают с содержанием познавания и с экспликацией этого содержания. По одной простой причине, например, если я на это обращу внимание, Марш, потому что экспликация содержания всегда совершается на уровне обратимых логических связей мышления. А события познавания, которые имеют какие-то дополнительные основания, не совпадающие с содержанием познанного, оно по другому переживанию три карты необратимо. Необратимо. Мы, когда мы на уровне событий познавания, мы заброшены в поток, в котором нет времени ждать, например, когда мы будем, соберем все знания, относящиеся к делу, в котором мы можем забывать, то есть не суметь тянуть мысль и держаться на прямой линии. А если не произведена феноменологическая абстракция, мы внутри содержание, и глазами его смотрим на мир, который расписан как раз в размерностях этого содержания, то это мы в рамках обратимых связей мышления, в слое обратимости. Например, были в слое обратимости, мы можем одинаково вывести алгебраические кривые, пример которых я вам по декарту приводил очень коротко, и знать алгебраические кривые для нас не помеха тому, чтобы знать также и трансцендентальные, или трансцендентные кривые, там, где заложены все проблемы дефенциального и генерального исчисления. А для Декарта помеха. Или ты знаешь, как бы считать, или ты знаешь алгебраические кривые, и ты не знаешь трансцендентные, или ты знаешь трансцендентные, но знаешь их на уровне эмпирического искусства. А я не могу принять то, что на уровне эмпирии известно, по одной простой причине, что вот в этой амплификации, о которой я сейчас буду говорить, и это такой начальный шаг, еще один начальный шаг в движении запомним, в этой амплификации основные утверждения и принципы, на которых происходит движение мыслей, носит контрфактуальный характер. Декарт познает что-то именно потому, что то, что он познает, или принципы, на основании которых он познает, нечто противоречит фактам эмпирии. Эмпирически фактически известны и употребляются трансцендентные кривые. Но Декарт их не принимает в состав своей геометрии. Так вот, усиление, значит, происходит, мы теперь понимаем в каком-то пространстве. Происходит в пространстве и во времени вертикальном, и перпендикулярном по отношению к нашему линейному взгляду, горизонтальному взгляду. И мы уже даже знаем, что это за пространство. Пространство в данном случае в некотором метафорическом смысле. Это пространство феномена осознавания. Установим, что тогда, что существует, или что феномен осознавания, осознавание есть амплифицирующее устройство. По Декарту мы усиливаемся в две стороны. В две стороны. В сторону непрерывного сознания и в сторону воображения или чего-то, что тоже, как говорит Декарт, является телом или настоящим телом. Это последняя цитата из «Правил для руководства ума». Я сказал непрерывность сознания. Я фактически теперь другими словами сказал, что то, что я говорил и перед этим, а именно я говорил это на языке так называемых врожденных идей. А теперь мы понимаем, что, собственно говоря, в представлении о врожденных идеях есть введение постулата непрерывного существования некоторого сверхэмпирического сознания. Существование некоторой длительности о врожденных идей означает именно длительность того, что эти идеи говорят или утверждают. Независимо от эмпирически дискретного характера, нашего реального сознания. Независимо от того факта, что мы мыслим не всегда и не везде. И что мы дискретно разделены друг от друга как в пространстве, то есть индивиды рядом, и в головах их сменяются состояния, то есть они пространственно рядом положены, в отделенности одно от другого, или во времени смены состояния, или между индивидами, или внутри голов индивидов. Идея врожденных идей, есть решение не считаться с этим эмпирическим фактом. И ввести некоторую непрерывность и длительность на уровне где-то постоянно функционирующего сверхэмпирического сознания, которое есть всегда. И в котором есть длительность, не являющаяся длительностью нашей психологической, эмпирической, сознательной жизни. Это как бы, чтобы уже сейчас не употреблять термин амплификация, а взять какое-нибудь другое, просто чтобы опять более был богаче у нас словесный ряд, это как бы приставки к нам. Вот приставленный к нам резонатор, в котором мелкие вещи, шуршащие в нашем ухе, например, могут стать громом оглушительным. И как предполагает, что мы, как бы, начав, двинувшись в познание, мы начинаем прорабатываться в некотором непрерывном сознании, усиливаться его свойствами, которые не есть свойства нас, как эмпирических человеческих существ, тех, которые предшествовали акту познания. Но это тоже соответствует тем принципам, о которых я говорил, потому что я говорил, что в теории познания допускаются те утверждения о познающем существе, которые характеризуют познающее существо, после и в ходе познания, не предполагая в нем никаких предданных набора, никакого набора предданных способностей и сил. Силы возникают вот в этом каком-то резонаторе. С другой стороны, говорит Декарт, в правилах руководства ума все вещи должны быть предъявлены нашим внешним чувствам. Ну, а внешние чувства – это те все чувства, которые видят, воспринимают и так далее, предметы извне или вовне, имея в виду один строгий оттенок этого восприятия, воспринимают их как пространственные. Ну, например, восприятие демона, что вполне может случиться в нашей реальной психологической жизни, скажем, галлюцинации во сне, который что-то нашептывает нам, голос идет его извне, не есть восприятие внешними чувствами, поскольку воспринятое не есть, не содержит артикуляцию того, что мы восприняли в пространстве. Не развернута она, вся пространство. Вот в этом шаге Декарт обобщает, иначе выражает, или переводит на другой уровень, всю античную теорию элементов. В той мере, в какой античной теории элементов было связано с определением, с задачей определять предметы нашего суждения и восприятия в соответствующей стихии или элементе органа чувств, какого-то органа чувств. То есть определить материю на стороне субъекта, материю чувственности, которая является эквивалентом для нашей вообще возможности воспринять предметы вовне. Не вещи, а предметы. Ну, скажем, одно дело воспринимать в мире деревья или ходящих людей, а другое дело видеть в них элементы, из которых они составлены. До феноменологической абстракции, которая всегда реально проделывается в основании познания, мы видим вещи, то есть видим смыслы и значения, приданные им до нас, без нас в данной культуре. Чтобы увидеть вещи, мы должны узнать, что мы в действительности и чем воспринимаем. Вот какие-то вещи будут теми, которые живут только в воде. Вода их элемент. И люди, которые живут в слухе. Слух их элемент. Для слуха тогда будет какой-то знак. Ну, скажем, знаком для всего того, что мы воспринимаем осязанием, будет земля. Вот появился элемент земля и так далее. Ну, сейчас я, простите, не отвлекся. Это сейчас действительно нам вовсе не нужно. Но я отвлекся, потому что мне нужно было один важный шаг сделать. Что у Декарта, а потом, в особенности у Канта, появляется обобщение всей этой проблематики. Они говорят, как бы ни были бы различные эти элементы, коллелированные с соответствующими различными органами чувств, все они распадаются на два. Или внешние чувства, или внутренние. То есть, или мы воспринимаем и требуем, чтобы вещи нам были даны в пространственном элементе, скажем теперь так, и чтобы за ним там ничего не стояло внутри такого, что мы считали бы принадлежащим существенно самой вещи, и чего мы никогда не могли бы артикулировать в пространстве, то есть воспринять со всех частей этого предмета. Вот все части предмета, со всех их должна исходить такая информация, в которой есть пространственная данность этого предмета. Или внутренние. Внутренние мы чувствуем и воспринимаем, скажем, процессы сознания и психики. Внутренние чувства, скажем, во времени мы воспринимаем последовательную смену наших же собственных восприятий. Чтобы пояснить вам, что здесь имеют в виду Декарта под воображением, которое вступает здесь в силу, я напомню вам тот анализ явления магнетизма, который делал Декарт на основе работы и открытий, предшествовавших Декарту, работы и открытий Гильберта. И, кстати, нам, психологам, это было бы довольно полезно увидеть там сам интеллектуальный демарш Декарта, а не пример или содержание, которое приходится приводить, рассказывая об этом. Когда открывался феномен магнетизма, и, естественно, не Декарт его открыл, он достаточно давно был известен, и Гильберт строил о нем теорию, то, среди всего прочих элементов теории Гильберта, там содержалось одно утверждение, существенное для теории Гильберта, а именно утверждение, на которое строилась объяснительная процедура, это утверждение некоторого допущения, некоторого сродства вещей или элементов, или симпатии, в силу которой они вообще друг к другу притягиваются. Ну, впоследствии аналогичное по интеллектуальному содержание предположения, что делалось и в химии 17-го и 18-го века, где идея сродства или симпатии использовалась как объяснительное орудие для объяснения или описания соединения веществ. В данном случае то же самое по магниту. Декарта странную вещь очень говорит. Он говорит, для того, чтобы нам говорить о том, чего мы никогда не знали и не видели, а это мы рассудочно никогда не можем сделать, одним рассудом, то нам, говорит Декарта, или нужно было бы быть Богом, потому что мы-то люди познаем все на основе того, что нам уже известно и на основании того, что мы знаем из себя, то есть из самого предмета и по нему самому. То нам нужно было бы для того, чтобы знать какое-нибудь новое чувство, говорит Декарта, новое чувство, а его нету. То есть у нас, говорит Декарта, нет чувства, которое мы могли бы воспринимать сродство и симпатию вещей. Для утверждения о том, что существует внутри вещей сродство и симпатии, у нас нет соответствующего органа чувств или чувства, и мы не можем это вообразить. Мы не можем это вообразить. Или у нас нету воображения как части, настоящей части нашего тела. А в познании обязательно надо воображать. Хотя я вам говорил, и это одно связано с другими, не исключает одно и другое, что в то же время основные источники наших ошибок в познании – это именно воображение, в том числе в физике. Вы помните, что Декарт, объясняя феномен магнетизма, вводит представление о неких винтообразных карпускулах, одни из которых закручены вправо, другие закручены влево. Их расположениями, соотношениями к карпускулах он объясняет двойной поток карпускул, замыкая их на полюсы, на северный и южный. И, кстати, и там он предупреждает, и в других частях, в других своих книгах он это говорил, что вот эти начала, в данном случае мы изобрели начало в виде карпускул, закрученных одни вправо, другие влево. Это может быть совершенно ложным, говорит Декарт. Так же, как мы не знаем действительную природу света, например, когда, объясняя законы преломления и отражения, мы представляем себе некий несущийся с определенной скоростью шарик, который ударяется о поверхность. Я ввожу это начало, отдавая себе отчет, что мы не знаем истинной природы света, так же, как мы не знаем истинной природы магнетизма. Но это не страшно, если познание строится так, что оно не зависит от последующей ложности, то есть выявившейся потом во времени, ложности этих начал. Заключения могут быть истинными, даже если во времени, то есть в том времени, о котором я говорил, в прогрессии, в прибавлении степеней. То есть что узнают завтра, окажется что-то ложно. Но акт познания здесь, сейчас строится независимо от того, что завтра окажется ложным. Если бы он зависел бы, то тогда никогда никакой акт познания не мог бы быть выполнен. Я уже говорил вам. Так же, как если нечто имеет смысл или осмысляется только завтра, то в принципе можно показать чисто точными полуматематическими рассуждениями, что тогда вообще никогда ни в какой данный момент смысла не существует. Точно так же, если нечто становится истинным завтра, то может доказать, или завтра, или по мере приближения по асимптоте некоторой истине, то может доказать тогда, что ни в какой данный момент мы не можем высказывать и видеть никакой истины. Значит, опять вот это даже, скажем, простое введение какой-нибудь модели в качестве начала. А Декарт вводит именно модель воображения в виде закрученных вправо и влево винтообразных корпусов или шарика светового. Даже здесь Декарт маниакально осуществляет какую-то одну единообразную свою процедуру и все время помнит ее. Что я хочу теперь фактически сказать? Как мне нужно сейчас пояснить это усиление, как элемент или амплификацию, как элемент работы вот этой машины, которую я называл в прошлый раз ноогенной машиной? Ноогенной я называю по одной простой причине, что знание, взятое не по содержанию, а как событие, должно случиться, породиться, быть генерировано. И тогда сцепится что-то, что потом можно будет эксплицировать на уровне обратимых логических связей мышления. Так вот эта генерация означает, что мы, что акт познания по Декарту состоит не в том, чтобы изобрести новую мысль по одной простой причине. Изобрести новую мысль нельзя, вот в силу дискретности времени и так далее, и так далее. Ну, я тебе говорил вам об этом. А можно организовать то, что породит само эту мысль. Только так. И значит, вот эта вот вся проблема усиления, тем самым я заключаю, есть проблема действия на или организации того, что породит мысль. То есть не прямое поражение мысли, а вот какое-то создание таких напряжений и сцеплений, таких возможностей, которые породят мысль, которую мы предопределить по содержанию не можем, ведь по определению. Если мысль новая, то мы ее не знаем, и она никогда не вытекает из логических связей существующего сейчас знания или теории. Если бы вытекала, то она была бы известна и так далее. Так вот, что я хочу сказать сейчас, как мне этот вираж закрепить. Значит, фактически у Декарта в этой проблеме усиления вот эти два полюса, о которых я говорил, то есть один в сверхемпирическое сознание, где расположены вот эти все выраженные идеи, содержащие в себе длительность сознательной жизни. Где числа, протяжение, единство, когиту, кога и так далее, и так далее. Куда мы пришли, поскольку раз мы проделали акт когита, то мы амплифицируемся или усиливаемся некоторым бесконечным сознанием, которое, я уже частично вам написал, которое есть вот там, где я приду, там уже есть сознание. И поэтому, возможно, передача знания, например. Я говорю вам, что сознание здесь совпадает со знанием в любом другом месте. И вот эту какую-то усиленную машину, она как бы представляется, представлена как мизонатор к некоторому когиту, то есть к некоторому субъекту, который совершил акт когит. С другой стороны, это поиск того, что могло бы быть телом, но телом воображения. Значит, не просто наши чувства, потому что наши чувства просто, они содержат в себе все на свете. Ведь когда мы слышим голос, нашептывающий нам что-то, мы ведь слышим. Вот обратите внимание, на это здесь очень примитивные, в то же время тонкие вещи, что они рвутся вот на каждом шагу, а их держать надо. Вот что мы слышим? Неужто мы действительно воспринимаем демона? Ну, шепчущую что-то. Или во сне, или в галлюцинации. Как угодно. Масса таких реальных психологических состояний. Это что? Мы воспринимаем чувствами то, что мы слышим, уложено, упаковано тысячи вещей. В том числе, там работает экран, вот тот, о котором я говорил, а именно совмещение динамического чувства сознания с объектом, с действием объекта, на мере. Чтобы тут проекция совершилась, перенос нашего состояния на состояние объекта. И это не называется, по-декарту, воспринимать чувствами, то есть данность чувств. Следовательно, если мы это воспринимем в воображении, то это воображение, то, что называется воображением, это очищенное от всего этого. Это внешнее чувство. В трогом смысле этого слова. Там мы не будем видеть демонов и слушать их. Так вот, здесь вот эти вот две стороны, они как бы есть смыкание у Декарта следующей двусторонней вещи. А именно, с одной стороны, нечто, что нельзя наблюдать. Нечто ненаблюденное, в принципе, не поддающееся наблюдению. Ну, а именно, вот то, что на уровне своих эмпирического сознания лежит. Нельзя мыслить, например, всё время. Наши мысли в дискретно отдельных головах, разделённых головах, не соединены. Состояние сознания одно с другим. Между ними нет никакого непрерывного перехода. Мы дискретно выделены как в пространстве, так и во времени. Значит, с одной стороны, есть нечто, что не может быть дано наблюдением, ненаблюдаемым. А с другой стороны, другая сторона, так сказать, гераклитового лука, другой конец лука, который нужно держать, оба конца лука нужно держать вместе. С другой стороны, нечто невыдуманное, невымышленное, как я уже вам в другой связи разъяснял. То, что мы не создаём своим мышлением, не изобретаем. То есть, обычно ведь мы считаем, что то, что мы не изобретаем, и есть то, что даётся миром, то есть то, что наблюдается. А не изобретается, так ли? Ведь факт случания события по принципам эмпирической натуральной философии, а мы занимаемся именно ею, натуральной философией, факт события, то есть предмет даётся нам актом, отличным от акта восприятия предмета. И тогда мы можем о нём говорить, что он не выдумывается. Мы его не выдумываем. Нет. Как-то и дело вся сложность состоит в том, что да. Но одновременно нужно нечто соединённое. Нечто, с одной стороны, и невыдуманное. Ну, например, невыдуманными являются, не нами созданными, являются врождённые идеи. Они не продукт нашего выдумывания. А то, что невыдумано, не может быть предметом обмана. Помните, я говорю вам. А с другой стороны, они ненаблюдённые. Иначе говоря, усиленное, что амплифицировано в нас, оно амплифицировалось сопряжением некоторого сверхемперического или божественного сознания, которым невыдуманное и в то же время ненаблюдаемое. Соединением этого с некоторым воображением, но которое тоже чистое, то есть непредполагающее сидение в нём какого-либо чувствующего и осознающего гомункулуса. Декарт строит теорию познания в самом начале её и эллиминирует какую-либо с нашей стороны совершенно автоматическую догадку о чувствовании кем-то чего-то. Это всё мы называем ощущениями. Ощущения — это чувствующее состояние. Просто по смыслу это условно. В теории познания Декарта нет ощущений вообще. Не в том смысле, что их нету реально, а построить ничего нельзя. И то, что Декарт называет чувственностью, не есть ощущение, а есть воображение. И поскольку там не предполагается, что там сидит внутри какой-нибудь чувствующей инстанции, то это воображение можно назвать чистым воображением. В данном случае, потому что я употребляю эту термин, потому что в дальнейшем, вот то, что я сейчас говорю, будет называться у Канка и в последующей философии чистым сознанием. Теперь поймите, что значит слово «чистое сознание». Сознание чистое не в том смысле, что оно абстракции от сознаний. Сознание как таковое. Вот есть одно сознание, два сознания, три сознания, четыре сознания, они все грязные, скажем, вот это мое сознание, сознание, Жене и так далее, и так далее. И мы взяли в чистом виде сознание как такового. Вот как мы обычно понимаем это дело, когда включаем термин у Канка, у Фихта и так далее, и так далее. Не это вовсе означает. Чистое сознание такое, которое мы должны понимать, и так употребляют этот термин, термин не вкладывая в него никаких ассоциаций, метафор, с чем-то, с чем-либо чувствующим. Оно чистое, там нет ощущений. То есть, когда говорит Кант о чистой форме ощущения или чувственности, он имеет в виду чистую форму не как абстракцию от конкретных форм, а вот имеет вот это. Вот, извольте думать так, чтобы не проецировать в то, о чем вы думаете, в данном случае мы думаем о сознании, не проецировать в это вот сравнение, метафору, образ чувствующего состояния. И считаю, что сознание есть некое чувствующее состояние. Во мне, в других людях. В других людях я предполагаю, а в себе знаю. Значит, мы опять вернулись фактически к тому, что держится на собранном субъекте, а держится именно то, что я назвал рацию, как средняя или пропорция между тем, что наблюдается, и тем, что выдумывается. То есть, это нечто, что и не выдумывается рассудочно, и в то же время не наблюдается, не может быть получено наблюдение. Следовательно, пространство, в котором проходит, начинается усиление или амплификация того в нашей душе, к чему мы обратились, и то, что в ней есть. Это пространство, вот пространство этих, того, что я называл точками интенсивности или интенсификации. Теперь я употребляю слово вместо этого усиление или амплификация. И оно вот задано напряжением между вот этими вот двумя вещами. Между вымысляемым и наблюдаемым. Значит, и непросто вымысляемое, и неполучаемое наблюдением. Теперь здесь вдруг мы видим одну добавную вещь у Декарта. Я его сформулирую так, что основная проблема Декартовская, частично в других словах об этом я уже сказал, это проблема порождения акта мысли. Не мысли, а порождения акта мысли, который породит мысль. То есть я бы сказал бы так, сначала что-то накачивается в какую-то организацию, чтобы потом на другом выходе можно было бы получать мысли и представления. Ну вы помните, я говорил вам, приводил вам образ, когда оставался нам непонятным. И, наверное, сейчас и мне, и вам останется непонятным. И Декарта сам тоже вряд ли мог бы объяснить, действительно объяснить, что это значит, как это. А помните, я говорил вам по образу, Декартовскую приводил пример, когда он говорит о том, что вот кто-то придумал сложную машину, она в голове, у него идея сложной машины. Такой машины не было. Хитрая машина. Вот какая же причина ведь должна быть, вот эта машина. Причина того, что она в голове. И здесь действительно ведь кроется проблема, а мы ведь автоматически обходим ее словами, там, изобретение, новая мысль, и так далее, и так далее. А философ не может не считать, что ничто из ничего не происходит. И что действует закон, что сколько в причине, столько и в следствии. Если у нас есть совершенство, например, хитрой машины, то это совершенство должно иметь, быть какое-то другое совершенство вне нас, чтобы оно, это совершенство, породило в нашей голове. Другого выхода нет. Так вот, все, что я говорил, усилениями и так далее, и так далее, это вот какая-то, сейчас я скажу так, это какая-то накачка сил в какой-то топос, сверхемпирическое, нереальное, постоянно функционирующее сознание, проработка в нем наших чувств, которые превращаются в воображение, то есть в чистую чувственность, два полюса имеем, напряжение между ними. Вот это может быть причиной, что в нашей голове появилась хитрая машина, она будет генерирована вот этим накачанным полем сил. А то, что мы не можем отделаться от этого представления, я сейчас вам покажу, зайдя немножко иначе, с другого среза к этому делу. И, кстати, на этом срезе билась и античная мысль, потом стала биться и мысль 20 века, кстати, вот у Рассела и Венгельштейна. Если я успею, я протяну и эту линию. И я уже не говорю, что самое древнее религиозное умозрение тоже содержало в себе эту мысль. Вот странное впечатление у меня производил всегда анализ Рекарда, впоследствии которого он вывел закон преломления. Вот известный закон Синуса, закон преломления света. Он организован очень странно. Ну, во-первых, сначала наглядная гипотеза вот некого шарика, который чится и ударяется о поверхности. Вернее так, нет, я начну не так. Шарик, как тело, которое ударяется в какое-то другое тело. Ну, допустим, зеркало ли это, или луч падает на воду. Пока отвлечемся от преломления, возьмем только отражение. Но это тело, говорит Декарт, не тело, а поверхность. Ну, по определению, если мы говорим об отражении, то мы должны тогда то, от чего отражается, брать только как поверхность. Хотя мы знаем, что это тело. Ну, например, что-то отражается от доски. Если я употребляю вообще телемное отражение и начинаю анализировать процесс отражения, то я, то, что отражает, для меня только поверхность. Не имеет никакого значения, что там это какая-то материальная плотность, структура, там еще есть какая-то глубина у этого тела и так далее. Поверхность, да? Плоскость. А у плоскости есть определение, что из определения плоскости я могу знать нечто о том, что ударилась об эту плоскость, только в том случае, если отражение прошло назад по нормали. Значит, первое, если я говорю, что я беру тело только как плоскость, это означает, что падающее на него тело падает по него по нормали, по предвартикуляру. Это вытекает из определения поверхности плоскости. Раз я взял плоскость, я плоскость взял, потому что я говорю об отражении, то тогда отражающийся вот этот шарик ударяется о плоскости по нормали. Об этом я могу мыслить и так могу только мыслить. Второе, как отразится шарик, ударившись по нормали о плоскости? Он может отразиться только по нормали же. Он меняет направление, не теряя скорости. И отразится, он может по нормали, почему? И только по нормали По одной простой причине, поскольку пространство однородно, и нет никаких оснований или различительных признаков между то, что вправо от нормали и влево от нормали, и он пойдет по нормали. Вспомните античный принцип и сономии. Почему больше это, чем то? И вот как один из античных философов, физиков, считал, что Земля находится в центре. Это практически, как теперь говорят по закону Симметрии, хотя я не уверен, что именно этот термин нужно здесь употреблять, но неважно, можно, допустим, употребим его. Нет причин, почему при однородности пространства, нет причин, почему быть здесь и там и будет, поэтому в середине, в самой середине, не будет делать ни право, ни влево, ни в лес, ни в лес. Нет причин занимать другое место. Значит, по нормали это произойдет. То есть, что держит Декард? Он допускает те эффекты в шагах своей мысли, которые заданы тем, что он сделал. Мы сделали так, так говорим. Тогда давайте держать это и допускать в данном случае только то, что, например, вытекает из определения поверхности или плоскости. Из определения плоскости вытекает, что вот таков должен быть полет. И я сейчас обращаю внимание на особую сторону дела, на недопущение в свое мышление простой последовательности наблюдений, которые могут стихийно совершенно эмерзировать вокруг. Мало ли, что мы видим и что возникает в последовательности наблюдения. Нет, давайте допускать только то, что возникает на этой, на моей основе. Вот это то, что Демагрид называл законопорожденной мыслью. То есть, такой мысль, которая порождает себя на своих собственных основаниях. Или, я выражу, что я немножко не люблю это, когда задан, но и организован источник порождения мысли. Я придерживаюсь этого источника. И только его, держу его усилием. И я не покидаю определение плоскости или поверхности, определение нормальной. И принимают только те эффекты наблюдаемые, или только те из наблюдаемых эффектов, которые порождаются тем, ну, по-моему, я говорю, говоря по-отечному, я сказал, порождаются идеи, или внутри идеи. Вот это законопорожденная мысль. Так вот, на что я хотел здесь обратить внимание. То есть, такая же аналогичная партикура потом произойдет, когда преломление происходит. Декарт показывает, что изменение скорости происходит в преломлении, среди изменения скорости происходит в направлении нормали. И выдает, очень легкие, казалось бы, легкими соображениями, закон синуса. Закон соотношения углов отражения. Я хочу обратить внимание на следующее. Значит, мы с Веном должны немножко иначе определить. Не понять, потому что мы поняли это, и будем понимать одинаково, определить, что такое интуиция. Интуиция, вот работающая здесь, есть осознание, вот, я говорю уже так, ну, я сказал, сделанное. Вот как сделали, вот так и должны держаться. Ну, кстати, это тоже сейк-бог, помните, я говорил вам, что так сделал, и потом нечто стало истинно. Не сделал, потому что истинно, по необходимости. А вот случилось, сделал, и так стало истинно. Вот здесь на уровне просто человеческого мышления то же самое. Посмотрите, это истинно, почему? Потому что так ведь сделали. И интуиция есть в сознании себя, в том, о чем говорится. Потому что ты ведь участвуешь в сделании, поэтому это сознание себя. Вот так сделали, не может быть иначе. Но осознавать это надо. Сознание себя в содержании. Есть интуиция, но она держит все это так. Она держит, у нас есть две стороны в этом содержании. Во-первых, это, скажу так, это уже интуиция соотношений. Ну, вы знаете, что интуиция соотношения соотношений. Вы знаете, что интуитивно мы знаем простые естества. Сложные естества мы составляем из простых. из возможности составить нечто из простых естеств, есть объяснение того нечто, которое мы сможем составить из простых естеств. То, что мы сможем составить из величины, протяжения, фигуры и так далее. Будет композицией. Композиция предполагает редукцию. В каждом шале простого естества, в каждой точке простого естества везде интуиция. А вот их соединение во времени, шагами, есть редукция. Интуиция должна держаться. И есть еще интуиция всего этого движения.